всем привет сегодня предлагаю провести небольшую лайв сессию чтобы познакомиться с таким инструментом как sbt если вы собираетесь потратить свое время на язык скал то данный build tool вам знать жизненно необходимо сейчас я открою еще вторую консоль так сидится . jungle tags одной я запущу из 5 а второй работы с файлами чтобы показать что мы можем пользоваться не только идея но и чистой консоли чистой консоли tags что мне нужно сначала нужно пару слов сказать что такое сбить и раньше избить и расшифровался и преподносился как символ simple build tool но это было раньше сейчас это преподносится как скала build tool то есть если вы разрабатываете повторюсь на скале то вы используете этот инструмент для обслуживания вашего кода в принципе в любом языке программирования какой-нибудь build tool существует и если у вас есть опыт с другими языками то скорее всего с данной концепции вы уже неоднократно встречались что же он нам предоставляет этот build tool то есть ту который что-то строит смотрите когда вы код написали множество классов их вам нужно каким-то образом организовать сделать с ними что-то например написать удобную документацию однотипную а сформатировать текст собрать жарник разместить ваш жарник где-то куда-то переслать то есть какие-то операции которые связаны с обслуживанием текущего кода и как я уже сказал во всех языках данный тулу есть в скале это sbt что ж давайте знакомиться я предполагаю что вы себе на компьютер и сбить уже установили поэтому на это отвлекаться не будем и так из 5 из 5 из 5 мы установили себе из 5 я буду очень часто сравнивать из 5 с маманом поэтому может кому-то будет проще принципе мамы на из 5 очень похожи по функционалу тут единственная разница поначалу особенно когда вы только знакомите что мамы используют xml для описания до того что вы хотите сделать с вашим кодом а из 5 использует скалу как и мамы не корневой папке проекта нужен специальный файл который будет сигнализировать давать какую-то информацию избить и ту что данный проект может управляться избить и тулом и с ним вы что-то можете делать мама не это был помп файл здесь это билд с бт такс что ж пока у нас как мы видим он нас пустой заполнять мы его не будем как и сказал у нас запущен уже установлен вернее сбить и давайте в этой корневой папке то есть мы уже дали избить и метку что данный проект будущий будет использоваться избить и может управляться избить и тулом запустим корневой папке нашу программу куб из 5 и так вот мы создали 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 вернее активировали как мы видим здесь читаем апдейтинг project то есть создалась папочка в ней какие-то файлы есть к ним и обратимся чуть позже самое главное теперь что у нас есть связь данного проекта цепи титул как мало не мы с чего вообще начинали взаимодействие по большому счету с проектом мы задавали общие настройки то есть мы описывали организацию версию и то есть самые такие базовые вещи которые относятся к нашему проекту так и здесь мы это можем сделать для этого мы используем команду set и пишем scala version 2.12.8 у меня будет 2.12.8 отлично установили версия проекта допустим допустим 0 0 1 и имя организации то есть как мамоним мы использовали группа не здесь организация организация так и в принципе я хотел бы чтобы у меня вот этой вот эта информация сюда перенесла пока она не перенеслась но саму информацию я могу проверить то есть вот эта информация она пока хранится в текущей сессии мне нужно ее перенести для этого я должен сделать session save то есть фактически все что вы здесь напишите мы вы можете и по истечении по истечении перемести вот этот вот файл по крайней мере некоторые из нее вещи так вот мы установили самые базовые такие вещи самые самые базовые вещи что ж теперь поехали дальше 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 давайте теперь создадим структуру проекта смотрите если вы работали опять же с мамоном буду все время на него сразу поскольку здесь плотные взаимосвязи и очень похожие взаимодействие здесь структура проекта точно такая же используется как в мамоне давайте сделаем значит make dear src так src ага а тут у меня из головы вылетела src скала src скала 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 мэйн а не скала мэйн а не скала мэйн а не скала скала мэйн в принципе у вас может быть и папка связана с жавой если у вас есть отдельный код написанный на жаве то есть ничто вам не мешает но основная папка это именно скала то есть src мэйн скала теперь мы идем в нашу организацию и наш артефакт джангл будет у нас так смейк казапа и то же самое ветка я делаю для теста мы еще тесты сделаем так теперь давайте перейдем в эту папку и создадим в нем файл например мэйн класс о мэйн скала мы ж на скале пишем а не сразу пишем классы такс это они у нас потом откомбилируются и давайте я снова саблайн тэкс открою мэйн скала отлично открылось так чтобы время тут особо не тратить я скопи пащу я скопи пащу так какой нибудь из какого нибудь проекта секундочку секундочку ну ну вот то что тут все так некрасиво на это пока я не обращаю внимание это сделано специально потому что мы воспользуемся инструментом который у нас немного эти вещи поровняют здесь самое главное выяснить следующее у меня есть метод мэйн метод мэйн да который печатает строчку я буду использовать библиотеку акку чтобы показать еще заодно каким образом добавляются зависимости к нашему проекту и построил здесь очень простое взаимодействие именно я создал актор те кто не знает что такое акка это библиотека которая реализует акторную модель очень популярная библиотека в экосистеме скала так вот значит я создаю актор это по сути дела объект и правда у него скрытое состояние то есть мы не вызываем методы напрямую но общаемся мы с ними с помощью сообщения я ему сообщаю ой посылаю сообщение пошлю сообщение какое я хочу послать сообщение которое я прочитаю с консоли и оно отпечатается вот таким вот образом hi hi i'm a actor i got your message и сообщение ну и затем я тормозну все приложение здесь пока ничего особенного что ж нам нужен код с помощью которого мы сможем подключить данные библиотеки поехали так я здесь опять скопипальчу чтобы не тратить время так я хочу поэтапно покупать не хочу сразу чтобы все было смотрите мы объявляем переменную джангл которая у нас по сути дела будет ответственно за проект то есть на самом деле в корневой папке мы можем создать множество взаимосвязанных проектов но я вот сделаю простой вариант я сделаю только один проект но ничто не мешает вам создать множество проектов которые будут по сути дела управляться из основной корневой папки такс каким образом создается вот наши переменные пишем project in file здесь вот поскольку у нас будет только один проект то базовый такой проект он всегда располагается в корневой папке и мы здесь используем точечку то есть это прямо верхний уровень то есть вот этот вот если бы там если бы мы создали подпроект то вот в нашей папке джангл была бы папка в которой мы разместили подпроект и мы бы вот здесь писали ну допустим например ну qwerty наш бы подпроект назывался и была бы папка qwerty в которой мы бы размещали то есть мы здесь расположение указ это первый второй шаг нам нужно передать свойства свойства во первых я передаю название проекта пока я работаю с папкой видите с папкой то есть как папка называлась а я хочу явно название чтобы я когда работал в sbt что я понимал с каким проектом я работаю удобно удобно теперь давайте подключим dependency они подключаются есть такая переменная library dependency мы подключаем к ней наши dependency то есть описываем вот как в maven мы пишем вот в принципе вы можете на глобальный репозиторий maven и посмотреть каким образом sbt подключаются и там увидеть подключаем значит скала тест поскольку мы напишем тесты и аку чтобы вот этот вот этот код у нас все таки заработал теперь смотрите дальше вот здесь я пометил что вот этот объект в нем будет содержаться метод мэй но методов мэйнов на самом деле мне ведь ничто не мешает понадобить несколько и чтобы sbt tool у меня понимал если такие конфликты присутствуют мы можем ему явно указать каким образом мы пишем main class in в какой команде а именно run и еще когда будет compile и здесь я указываю через сам имя класса полное имя класса ру кайка jungle main то есть вот ру кайка jungle main хорошо сделали да так теперь давайте дело это сохраним и теперь проинспектируем смотрите поскольку я вот в этот вот файл бил sbt внес некоторые изменения мне нужно текущая сессия моя еще не знает я должен сделать reload здесь команда reload и сейчас у меня обновится мой файл так вот теперь данные мои обновились теперь у меня под вот смотрите название проекта теперь стало jungle проекты к слову какие есть можно посмотреть команды projects у меня только один проект может создать еще один но но не буду почитайте документацию как нужно если вас это заинтересует если вы в одном месте хотите все скидывать могу лишь сказать что можно делать проекты зависимые друг от друга и передающие зависимости так ладно мы указали класс зависимости имя осталось запустить давайте запустим для этого мы используем команду run как мы видим идет компиляция то есть перегоняем наши байт код наши джавовские смотрите running рукаика jungle main дальше welcome to the jungle то есть вот это вот наш код поехал сейчас меня просят что-то ввести я введу Дима и вот hi i am actor i am actor i got your message Дима финиш ну и все проект отработал отлично то есть наш проект работает то есть мы умеем теперь компилировать и запускать что ж теперь давайте создадим какие-нибудь тесты так для этого мне нужно перейти в папку тесты тесты и создать там метод тест скала ой класс и давайте запустить его надо так отлично теперь я опять делал копипаст отлично вот этот метод как вы видите из скала теста пришел а я еще кстати забыл сказать что когда вы подключаете библиотеки да в принципе библиотеки бы подключались если бы у меня не были они подгружены то есть я вот dependency вот здесь указал но ведь у меня их может быть не быть локально так ведь мне их нужно будет подключить из BT это сделает за вас вы можете еще явно указать если у вас нет данных библиотек команды update но у меня они уже локально присутствуют поэтому у меня никакой дополнительной загрузки не происходит когда вы будете загружать какие-то новые библиотеки для вашей системы у вас будет система подгружаться так у нас довольно доступна библиотека скала тест в которой есть метод я здесь особо не выделываюсь ой очень простые тесты лишь показать идею то есть они бессмысленны давайте сперва зафейлимся а потом запушим так тест пишем тест команду и она у нас сейчас компилирует вот этот файл и один раз зафейлиться один раз удачно как мы видим как и ожидалось давайте подправим теперь чтобы у нас все было красиво так отлично теперь мы можем тестировать теперь что ж мы умеем тестировать а еще пожалуй лучше надо показать тест он и когда мы хотим лишь один файл протестировать то кайка джан 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 мейн тест джан 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 нам по правил то есть чтобы поставил уступы ну как как то сформировал более утопо читабельный код и вводится еще одна важная концепция концепция плагинов то есть и опять же если вы работали с мауэном вы знаете что там есть такая секция плагины и весь то же самое все очень очень похоже так давайте сейчас перейду мне нужен специальный файл создать плагин в одессе мне нужен создать файл называется плагин но в принципе плагин вот жесткое имя не обязательно главное чтобы здесь было избить и хотя это общее принятое название то есть вот папки projects есть файл плагин в котором вы описываете плагины которые вы хотите подключить так чтобы не делать ошибки опять копипаст делаем и я здесь подключу два плагина первый из них как я сказал он у нас выровняет этот второй нужен для того чтобы организовать наш код в 1 jar ник то чтобы мы использовали команду java тире jar и название jar чтобы мы могли запускать везде где мы можем запустить джорник так все давайте сперва разберемся с вот с этим плагином нам нужно их подключить подключаются они очень простым способом вот и не был плагин скала планет то есть проект вот вернее избить и титул попытается найти в папке project то есть вы плагины размещаете скажем вот в этих файлах но название не строго должен быть плагин по моему там сканируется все но просто чтобы вы понимали другие понимали делаем плагина так вот он просканируется вот эти из 5 файлов подключиться библиотеки то есть и здесь мы у нашего проекта делаем энэйбл плагин энэбл плагин то есть к нашему проекту текущему мы подключили два плагина дальше в принципе мы уже даже почти готовые ими пользоваться нужно давайте еще сделаем пару настроек чтобы было все проще вернее чтобы все заработало так теперь мне нужно подняться на корневую вверх здесь мне нужно создать файл специальный 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 который требует вот команда команда разработчиков вот на скала мета они хотят чтобы я размещал в корневой папке следующий файл так называется скала мфт-комп скала мфт-комп и они хотят чтобы я там ну минимум вот версию поставил но в принципе вот в этой вот файле вы описываете правила которые хотите чтобы были применены вашему коду какие правила тут вам нужно будет идти на официальный сайт скала мфт и почитать о них там есть документация почитайте в принципе я тоже не знаю поэтому здесь особо вам не подскажу поскольку сам сижу на идее а там форматирование скалы по дефолту к слову еще вот этот вот скала мфт может подключить к идее то есть те правила которые применяются то есть те правила которые применяются в мфт чтобы они применялись и в айде если вам нравится и вас устраивает хорошо вот мы теперь организовали что ж смотрите мы опять изменили наш основной файл build.sbt поэтому если мы хотим воспользоваться нам нужен опять reload релот 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 чтобы наша текущая сессия поняла так что такс невероятно возможны проблемы ну ладно бог с ними подключили значит у нас вот эти вот давайте вернее давайте исследовать вот это скалы мфт каким образом теперь он работает у нас появляются команды какие именно команды весь список я не знаю я лишь знаю что вот основная команда которую вы хотите вы используете имя проекта черточку и скала мфт напоминаю как у нас было до форматирования выглядело вот так вот сейчас будет форматирование вот этого кода и как мы видим немного стало лучше да то есть отступы появились ну давайте я еще раз это сделаю чтобы было видно прямо что в действительности трансформация и есть вот опять все вернулось как было что же отлично с этим разобрались теперь поехали дальше последняя а нет еще две вещи которых я хочу поговорить это значит для начала поговорить нужно о сборке сборки проекта давайте идем спорт проект мы уже плагин то подключили теперь нам нужно правда еще одну вещь сделать удобно а именно смотрите майн класс я указал только когда я запускаю в этом под с 5 но я хочу чтобы мой жарник знал поэтому у меня еще один майн класс одно условие то есть как майн майн класс когда будет выполнена команда ассембли будет вот такой мэй 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 то есть там сформируется и ваш жарник будет знать где у вас мэй находится что он вот этот вот. Это первое. Второе это я хочу, чтобы мой жарник назывался джанглс. Здесь я специально добавил, чтобы явно было. То есть, чтобы не обычно дефолтные же названия, там прицепляется номер версии, все эти дела. Нет, я хочу просто красивое, легкое название, которое удобно, легко запускать. Что ж, я опять внес изменения. Мне нужен опять reload. Так, отлично, внес изменения. И теперь я могу воспользоваться. Как я говорил, команда называется assembly. То есть, собери. Asse, assembly. Давайте сделаем это. Так, сразу иду в другую консоль. Мне нужно теперь CD target. Так, CD Scala 2.12. Итак, когда происходит assembly, происходит компиляция, тестирование, как мы видим, да, и сборка. И видим, что у нас package организовался то, что мы и хотели. Ну и давайте увидим в самом деле. И еще и этот почему-то организовался. Jungle 2.12. Бла-бла-бла. Ладно, у нас главное Jungle соорганизуется. Давайте его запустим Java. Возможно, можно каким-то образом отключить вот это дефолтное название. Java jar и jungles jar. И вот наш mainclass снова работает. Eugene Hello, I'm actor. I got your message, Eugene. Finish. Отлично, все отработало. Так, вот мы собрали единый jar, который мы теперь можем где-то размещать. Прошу заметить, что он собрался вместе с зависимостями. То есть наши вот это актеры, подключили же, все отработало. Здорово, здорово. Так, последнее, о чем бы я хотел бы поговорить еще, когда мы работаем с этой оболочкой, такой есть удобный механизм, здесь есть консоль. То есть можно из SBT прямо перейти в консоль и делать то есть наш любимый репл, когда мы строим наши программы, мы часто обращаемся к респу, чтобы протестировать небольшие куски кода. Бывает очень удобно. Так, выйти из него кью, из консоли, но мы остаемся в сессии. Так, я здесь еще хочу сказать, что бывает очень удобно, когда вы работаете, чтобы подключалось какие-то, ну, например, импорт какой-то был по дефолту. то есть видите, command in консоли, то есть initial command in, когда будет выполнена команда консоль. Ну, давайте, я опять внес в главный файл обновление, поэтому мне нужно reload сессии сделать. И давайте перейдем в консоль. Сейчас я ожидаю импорт. И как мы видим, импорт произошел. Давайте воспользуемся теперь std in так, и там я знаю есть метод readint. давайте выведу какое-нибудь число 1, 2, 3, 3. Так, не отпечатывалась консоль, но зато вот наша переменная. res1, res0, может, 0. То есть мы можем продолжать работать. То есть бывает очень удобно. какие есть еще возможные команды, как вы можете улучшить свой код. Свой код. Я вам оставлю ссылку с примером и на документацию. на этом я предлагаю закончить. See you next time. Bye. Bye.